Приветствую вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Это вторая часть прослушивания и комментарий Деяния Апостолов. Первые пять глав мы уже прослушали. Давайте послушаем продолжение. Продолжение следует... Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и Мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Значит, появились блага в общении христианской. И, естественно, где деньги, там возникает недоверие и ревность. У кого больше? И, значит, какой был выбор? Выбрать тех людей, на кого пал этот Дух Святой, да? А как это определить? Ну, как? У них какие-то были параметры по определению? Нет. Ну, это написано для того, чтобы читающий понял, или слушающий понял, какой знаменательный момент. Но если конкретно вслушаться, ерунда какая-то. Христа не было среди них, который указывал, вот в этом, в этом есть Святой Дух. Совсем недавно там был предатель Иуда, правильно? И никто не увидел, что он предатель. И тут они выбирают каких-то с Духом Божиим. Ну, немного странно. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились вере. Выражение «покорились вере». Ну, то есть, получается, вера – это некий такой завоеватель, воин, который покоряет себе людей. Ну, тоже это вот из иудаизма. Это не христианское учение. А Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев, и киринейцев, и александрийцев, и некоторые из Киликии и Осии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать. Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога, и возбудили народ и старейшины-книжники. Давайте еще раз, значит, на Моисея и Бога. Не про Христа идет речь, а про Яхва и Моисея. Еще раз, чтобы вы поняли, что христианство – это производное от иудаизма. Дальше. И напав, схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили, «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон, ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус на заре разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». И все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лице его, как лице ангела. Про лицо ангела что-то я не очень понял. Но, видимо, опять же, книга о том, как апостолы делали церковь. Соответственно, фарисеи, которые слушали этого, кто он там считается, ученик, что ли, да? То есть избранного, да? Значит, о, они смотрели на него, как на ангела. Ну да, конечно. А самого Павла прогнали из Иерусалива после вот этих вот событий. Ну, как бы сказать, помягче, ну, палками, да? Он еле выжил, да? Значит, ну, враги он. Слушаем дальше. Тогда сказал первосвященник, так ли это? Но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте. Бог слабый явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему, выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. Момент, значит, оставить, ему появился голос, что надо оставить земли отцов его, ну, то есть, предать свою родину, где жили его отцы, деды и так далее, предать, пойти в одно место, потом голос сказал ему другое, он пошел в третье место. То есть, это какие-то предатели, исторические, исторические предатели, которые, притом эзотерики, которые слышат голоса и следуют приказам этих голосов. Правильно? Ну, по тексту так и есть. И не дал ему на ней наследство не на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет четыреста. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на всем месте. И дал ему завет обрезания. По всем родил он Исаака и обрезания. Ну, вот эта история. Господь сказал, вы пойдете, и у вас будет 400 лет рабства. Ну, это добрый Бог или что? Что за придурок вообще? Я вас на 400 лет отдаю в рабство, а тот народ, который у вас возьмет рабство, я потом его тоже накажу. Ну, вот это 400 лет рабство, это, наверное, не все-таки не поощрение, а наказание. За что? Или это поощрение? Когда если это поощрение, это льгота какая-то для евреев, тогда за что наказываете вы, я к Господу обращаюсь, за что ты наказываешь египтян? А что, у евреев не было рабства, а у тебя самого, Господь, нет рабства? Ты же самый крупный рабовладелец. Ну, кто такой? Дальше. Кстати, напоминаю, что патриархи эти родились от разных наложниц, потому что он не мог столько детей, так сказать, точнее, его жена не могла столько родить, он с разных племен, у него были рабыни, так, грубо говоря, они же рабства не любят, но у себя они рабства устраивают. Вот они от рабынь сделали вот эти 12 колен Израиля. Поэтому, наверное, израильтяне бывают и белые, кудрявые, и черные, как негры, там, ну, разные, и все это евреи. Почему? Ну, коленки-то были разные. Кого этот Исаак, как его там, да, Яков, Яков. Вот 12, значит, детей у него были от разных жен. Ну, или наложницы, или женщин, какая родница. Так, перекрутил. И с этим обрезанием тоже ему завет обрезания. Для чего обрезание? Ну, смысла с точки зрения человека нет никакого. Ну, зачем обрезать? Ты же создал Адама, наверное, совершенно, ты, Господь, ты создал Адама совершенно, зачем еще обрезать? Давай уши обрежем, там, палец обрежем. Для чего? А я вам объясняю, что это для того, чтобы человек в этот момент испытывал боль, страдания, больно, ребенку. И за счет этой энергии Господь, значит, питается, поддержит свое могущество. Ну, и плюс вот эта связь возникает определенная. Ну, там, это много разбирали с разных сторон, но в основном это вот эта энергетическая связь. Исаака и обрезал его в восьмой день, а Исаак родил Иакова, Иаков же двенадцать патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его. Поняли, да? Эти разнородные патриархи, они продали Иосифа в Египет. Но опять это начинается сказка египетская. Этого всего не было, потому что самый больной или самый слабый момент, хотя там много моментов, у фараона не было имени. Исаак был, и Яков был, и Моисей был, все было, а имени у фараона не было. И даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую. Ну, в том абзаце, то есть, в той главе было, то есть, стихе, было, что египетский фараон, ну, анонимный, конечно, увидел, какой умный еврей, и поставил его не только над Египтом, но даже над своим домом. Он признает, что евреи это самые умные люди, их надо ставить всегда во голове. Ну, вот так написано. То есть, египтяне были дураки. Как они жили до этого без евреев, ну, просто непонятно. А здесь, почему я остановил, на землю египетскую, и ханаанскую. Но это доказывает, косвенно, правда, что ханаан, он был частью Египта в то время. И это можете взять, открыть на исторических картах 1150-1500-1500 год до нашей эры. Это как раз и там карта есть. Ханаан входит в Египет. Поэтому вот этот исход из Египта в Египет, ну, это второй смешной случай после анонимного фараона. и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ 75. Иаков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши, и перенесены были в Сихем и положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Эмора Сихемова. Еще раз, это легенда еврейского народа. Эта легенда входит в Библию, которые многие из верующих обнимают двумя руками и говорят это моя святая книга. Это святая книга евреев. Извините. А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, которым клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. Три месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь фараона все прекрасно, три месяца он жил у своего отца в отчем доме и когда он был брошен, секундочку, а зачем он был брошен? Это что, такая еврейская традиция, что ли, бросать своих младенцев? Что, зачем он был брошен? Алло! И дальше уже пошло, ну, просто надо было, наверное, показать, как он оказался опять во дворце, то есть, то был Иосиф руководил Египтем, сейчас Моисей будет руководить, да? Ну, ну, а брошен-то? Ну, блин, ну, что за... Ну, ладно, там вы египтян не любите, но вы сами себя показываете, как каких-то странных товарищей, ну, так вот я мягко говоря. Вы воспитали его у себя как сына, и научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих сынов израилевых, и, увидев одного из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение, но они не поняли. Ну, не поняли, потому что случай был очень простой, и Моисей мог просто сказать словами, что так не делай, не бей этого еврея, раба или что-то. Там был бытовой случай, но Моисей что-то там, не знаю, что у него возгорделось, он же во дворце жил, он был согласно этой легенде опять же, чуть ли не принцем египетским, притом оказывается в Египте была мудрость, и египетская мудрость, он впитал себя, но видимо не до конца, потому что такую дикость кто делает? Ты как бы не коренной житель, и ты убиваешь египтянина, который при исполнении служебных обязанностей. Ну, это в своем уме было, на солнце пережарился, и даже эти евреи сказали, что сделал-то? Ну, потому что это дикость. Ну, видимо, он уже поймал связь с тем, чье имя нельзя произносить, да, в суе, и он уже пошел по этой линии. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря, «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав, «Кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина? От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына? Ну, в принципе, все верно. Ты убийца и нам тут еще приказы, что кто ты такой? Спросил его, его же одноплеменник. Ты что, себя возомнил? Ты что, терпахан, что ли? И тот понял, что его поймают и удрал. И где-то уже двух сыновей родил. Молодец! По исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей увидев дивился виденью, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень. Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И вы, русские, татары, башкиры, дагестанцы, не смотрите, это не ваш Бог. Четко написано. Я Бог отцов твоих, твоих Моисей, Авраама, Исаака, Иакова. Тут нет никакого другого племени, только еврейской. Чего лезете вот в эту, к этому Богу в пасынке? Ну, зачем вам это нужно? Такой вопрос. Ладно, дальше. И сказал ему Господь, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не шел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет. А напоминаю, несколько стихов до этого, Господь сказал, что на 400 лет я пошлю мой народ в рабство. То есть, он такой, ничего себе, мой народ в рабстве, в Египте, да вообще, это что происходит? Ты сейчас память все нормально? Это ты сделал? Ой, боже, боже. Всего Моисея, которого они отвергли, сказав, кто тебя поставил начальником и судьею, всего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Сей вывел сотворив чудеса и знамения в земле египетской и в черном море и в пустыне в продолжении сорока лет. Еще раз, Бога, Господа, никто не видел. Моисей не видел. Был куст горящий и даже не Господь, а ангел Господний что-то там ему сказал. Ну, горел не горел куст тут такой, да, может быть и горел, да, голос, голоса, ну, может быть он венца выпил, ему что-то показалось. Ну, тут вариантов много, но факта, что это Господь был, ну, нет, даже вот в тексте, ангел какой-то Господний. Это тот Моисей, который сказался нам Израилевым. Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня. Его слушайте. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. Ну, обоснование появления Христа, то есть хорошо переплетается иудаизм Ветхий Завет переходит в новый. Там было про 40 лет в пустыне, но я напомню третий смешной аргумент. Там вышло 600 тысяч мужчин, умножаем на 5, на количество людей в семье в среднем, получаем 3 миллиона. 3 миллиона, чтобы прокормить, сколько нужно скота? Ну, не 3 миллиона, ну, хотя бы 6 или или 12, да? И вот эти миллионы людей, они, как сказать, обычно пьют воду, да? Я про травку даже не говорю, вот, для скота. Воду. Без воды прожить сложнее всего. Где эти миллионы животных и людей могли напиться? 40 лет. Ну, все, не было этого ничего. Соответственно, вот на той сказке сейчас переходится в новую вот эту сказку, сейчас будет говориться о Христе. Которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону, сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось. И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились пред делами. Вранье. В исходе написано, что они обратились к Аарону, первосвященнику, который знал, как должен выглядеть Господь, сделай нам идола Господа, именно Яхве, потому что, ну, куда нам поклоняться, на гору, что ли? Ну, гора и гора, там горы много было. Они просили сделать идола именно Яхве. И первый священник Яхве сделал им золотого тельца. Это точно. Возьмите, перечитайте. Здесь же перекручено, что они попросили сделать иных каких-то богов, потому что мы не видим, где Моисей. Ну, вранье. Как так можно? Дом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Дом Израилев, приносили ли вы мне заколения и жертвы в продолжении сорока лет в пустыне? Вы приняли Скинию Малохову и звезду бога вашего Римфана, изображение которые вы сделали, чтобы поклоняться им? Яхва сожалеет или как бы огорчен, что ему не приносились жертвы. Или спрашивает, вы мне приносили жертвы? И кто читал пяти книжек, там написано все подробности, как должно уничтожаться, убиваться животное, там левая нога, правая нога, трясти, разбрасывать кровь. Он за жертвоприношение, но он ревнует, что а что вы там думали или служили другим богам? Вот это проблема. Проблема не в жертвоприношении. А что вы не все мне это приносили жертвы? Почему не только мне молились? Вот проблема в чем. И я переселю вас далее Вавилона. Скиния свидетельства была была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так это Иисус не Христос. Это Иисус имеется на вин. Такой жестокий завоеватель, который убивал иные народы просто ну как бы как фашист. Это не Христос. Так было до дни Давида. Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Как говорит пророк, небо престол мой и земля подножия ног моих. Какой дом созиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Опять лукасство. Значит, Соломону было через гадов, а гад это имя, это божий человек. Через гада, через других каких-то божьих людей, экстрасенсов, было сказано построить этот храм. И он строил, и там этот ящик с щелью для денег, который стоит в церквях, это оттуда, это Соломон придумал, чтобы туда бросать деньги на строительство храма. это было дело Господа, а тут говорит, что не, не, а зачем мне храм, нужно там земля, небо и так далее. Такое вот, не знаю, для непытливых умов такая сказка. Жестоковыйный, да, это из Ветхого Завета. А необрезанные сердца и ушами, видите, этот готов был, Господь, я имею ввиду, обрезать все, сердце обрезать, уши обрезать, пальцы обрезать, нос обрезать, потому что это как выглядит человек, ему все равно, но когда человек генерит энергию, это хорошо, поэтому вот тут вообще без проблем, если мы могли бы, то есть, если он сделал бы так, мы все бы обрезали у себя, зато он был бы доволен. Как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили. Секундочку. Значит, вот эти вот апостолы обвиняют иудеев, что они не сохранили закон. Они сохранили закон. Они сохранили закон. они убили Христа за нарушение субботы шаббата и за то, что он говорил о другом боге. Ваш бог дьявол, а моего бога, моего отца никто не слышал и не видел. Так что тут опять вранье. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрижетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен духа святаго, возрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную бога, и сказал, «Вот, я вижу небеса отверстые и сына человеческого стоящего одесную бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой». И, преклонив колени, воскликнул громким голосом «Господи, не вмини им греха сего». И, сказав сие, почил. Ну, как бы ремесло религиозного фанатика чревато. Тут, может быть, или пан, или пропан. Этот пропал, да, ну, опять же, согласно написанному, потому что без героев, без жертв, ну, сложно построить веру, да, потому что первый герой это Христос. Он погиб ради людей, да, этот тоже погиб ради Христа, ну, и ради людей. Без этих ситуаций, ну, все было бы скучно и пресно, поэтому надо смотреть с этой точки зрения. Как и, в принципе, сейчас я вставлю еще такую мысль, вот это гонение на христиан, я так сопоставил разные факты, они были вполне обоснованы, потому что христиане активно сопротивлялись существующим праздникам и законам Римской империи. и в любом государстве не потерпят, если кто-то, какая-то секта, организация не соблюдает праздники, не соблюдает закон и так далее. Конечно, можно назвать христиане, можно сказать зэки, можно сказать, там, как угодно можно назвать, если кто-то против государства, государство, если оно государство, оно начинает репрессии. Поэтому говорить, вот были гонения на христиан, а христиане соблюдали законы государства? Нет. Ну, тогда в чем тут эта претензия к Римской империи? Саввл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Ну, как я понимаю, Саввл – это Павел. Апостол Павел пока что он Саввл, который убил ученика Христа. Так? Ну, это частое дело у христиан. То он грабит или убивает где-то на дороге, потом раз – апостол. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Саввл терзал церковь, входя в дом и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем, рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok